Всем привет! Меня зовут Игорь и вы на канале Сделано в Китае. Сегодня хочу рассказать вам про неинтересный бюджетный телефон DOOGEE X6 PRO. Также напоминаю, что у меня на канале в каждом ролике проходит конкурс. Условия будут чуть-чуть позже. Смотрим! Телефончик поставляется вот в такой вот синей коробке с незамысловатым дизайном. Доставка телефона заняла всего 10 дней, что на данный момент является рекордом моих посылок по скорости. По заявленным характеристикам телефон имеет дисплей 5,5 дюймов с IPS-матрицей и HD-разрешением. Чипсет Mediatek MT6735 с 4-ядерным процессором, работающим на частоте 1,5 ГГц. Оперативной памяти 2 ГГц, памяти на борту 16 ГГц, основная камера 8 Мп, камера для себяшек 5, Android 6.0, поддержка 4G-сетей и аккумулятор мощностью 3000 микроампер-часов. Комплектация, откровенно скажу, небогатая. В коробке, собственно, сам телефон, инструкция, блок зарядки и кабель для подключения. На этом все. Никаких тебе чехлов, наушников, запасных пленок на дисплей. Ничего этого нет. По внешнему виду телефон также не блещет какими-то дизайнерскими решениями. Стандартный классический дизайн в виде кирпича. Расположение динамиков, сенсоров и микрофонов стандартное, и на этом останавливаться тоже нет смысла. Телефон достаточно толстый и не очень удобно лежит в руке. Корпус полностью выполнен из пластика, боковые грани также выполнены из пластика. Хотя на первый взгляд кажется, что это шлифованный металл. Фишкой в дизайне является вот такая вот конструкция кнопок. Они выполнены таким образом, что составляют единое целое с корпусом. Люфтов и скрипов не замечено, а вот покрытие пластика ужасное. И на корпусе постоянно остаются отпечатки пальцев, которые очень сложно оттереть. Особенно это касается задней крышки. Телефон имеет два разъема под сим-карты и отдельный разъем под флешком. Батарейка съемная. Во время работы с телефоном проблем особо не возникло. Дисплей отзывчивый, затупов на отклик не замечено, яркость и углы обзора хорошие. Русификация тоже на высоком уровне. Единственное, что не понравилось, это то, как снимает камера. Фотографии почему-то получаются недоэкспонированные, то есть более темные, чем должны быть. Возможно это как-то решается в настройках самой камеры, я если честно не искал. Что можно сказать по итогу? Лично мне телефон не понравился. Ни дизайном, ни комплектацией. Хотя выполнен он качественно и наверное найдет своего покупателя, так как очень многим людям в первую очередь важна емкость аккумулятора, а уж потом дизайнерские решения и качество фотографий. Из минусов могу отметить это минимальную комплектацию, очень маркий корпус, с которого трудно удалить следы от пальцев, качество фотографий и то, как выполнен объектив камеры. Как по мне, вот такое вот выпирающее решение для объектива не самое удачное, и объектив будет легко поцарапать. Из плюсов это поддержка 4G-сетей, батарейка на 3000 мкАч и цена в районе 70 баксов. За эти деньги, в принципе, вы получаете качественный бюджетный смартфон с неплохим набором технических характеристик. Телефон можно рекомендовать брутальным мужикам, любящим классику и школьникам в качестве недорогой мобилы. А теперь про конкурс. Призом на этот раз является 5 баксов. На них вы можете ни в чем себе не отказывать. Можно забрать деньгами на карту, кошелек, телефон или солишке себе заказать что-нибудь на эти деньги. Условия следующие. Быть подписанным на канал «Сделано в Китае», поставить лайк этому видео и написать любой комментарий под этим видео. Анекдот, историю жизни, пожелать удачи. В общем, все, что захотите и сколько захотите. Чем больше сообщений от вас, тем больше шансов на победу. Итоги подведу в субботу, 25 февраля. Ну а у меня на этом все. Ссылки на все товары, как всегда, в описании под роликом. Всем спасибо и удачных вам покупок. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok